Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон, и сегодня мы начинаем проходить новую необычную часть Assassin's Creed Хроники Китай, да? Как обещают разработчики, сначала будет Китай, потом будет Индия, а потом... Что будет потом? А потом будет Россия, ребята! Ребята, я перед тем, как выйдут вот эти все, мне кажется, классные части, точнее Россия, наверное, все ее ждут, мы, ребята, будем, наверное, проходить вот эти части, сначала Китай, потом Индию, а потом, наконец-то, Россию. А, конечно, этот Assassin's Creed необычный, потому что, ну, сами видите, это же платформер, как бы, вид сбоку. А? Это кто? Очень необычный для Assassin's Creed. Может, это круто? Я не знаю, будет ли вот эта игра долго или нет. Нужно, наверное, звук потише сделать, а ну еще попробую. Ну что, ребята, вот я сделал тише, мне кажется, намного тише стало, не очень хочется играть, когда очень громко. И, в принципе, ребята, давайте попробуем пройти эту игру. Я не знаю, будет ли она долго или нет, но я не думаю, что около 10 или 15 часов, мне кажется, даже не кажется, а хотелось бы, чтобы она была поменьше. Нам нужно кого-то спасти, какого-то чувака. Задание, к сожалению, не показывается. Нас запалили, нужно убегать. Вот там стражники наверху. Ну, это прикольно, то есть, это необычный Assassin's Creed. Я проходил все Assassin's Creed. От начала до конца. То есть, от первого Assassin's Creed до последнего, которое это у нас было Rogue, да? То есть, было Unity, потом Rogue. Я проходил все. И сейчас вышла новая часть. Я не скажу, что это прям какой-то новый Assassin's Creed. В смысле, это необычный, это не стандартный Assassin's Creed, а сами видите, да? Поэтому, ребята, мы попробуем. Надеюсь, вам понравится. Да, серии не будут очень длинные, там, по полчаса, мне так кажется, где-то будет по 15-20 минут. Чтобы было более так интересно, чтобы можно было расслабиться, а не сидеть и не смотреть, там, полутро... Не, полчасовые серии, да? А, сейчас, сейчас, ребята, что нам нужно? Спрятаться. Ну, как бы у нас, я вижу, даже оружия нету. Вы, наверное, не видите эту часть экрана, но оружия у нас нету. Фух. Тень золота. Ваш стиль игры будет определён, оценен и вознаграждён после прохождения определённых этапов. Незаметно перемещение перенесёт он больше очков, чем уничтожение всех противников по пути. Ну, в принципе, это всегда логично. То есть, по стелусу всегда более ценится, чем, например, ты пойдёшь, там, нахрен, всех поубиваешь, подряд в ряд, расстреляешь. И, мне кажется, действительно, это более так логично. Не прячьтесь подолгу за спинами врагов, они почувствуют ваше присутствие и повернутся. Опа. Когда противник собирается догоняться, над его головой появляется изображение глаз. Ага. Открыть, чтобы двигаться вправо и влево. Ага. Ну, замечательно. Я более-менее поменяю. Понимаю. Тень золота, ребята. Чина. Китайоза, короче, какая-то. Крутая. А, в принципе, мы за девушку играем. О, что-то новое. Устранишь, здесь поле обзора. Не попадайте в него, чтобы избежать обнаружения. НЕГО. Не попадайте в него. Ну, попробуем не попасть. Используйте цветок, чтобы отвлечь стражника и избежать обнаружения. Держите F, чтобы показать радиус действия. Ага. Используйте... Чтобы управлять громкостью, нажмите G, чтобы свистнуть. Ну, немного... Не знаю. Не скажу, что сложно, но все же. Прикольно. Прикольно. А, то есть... Опа. А сейчас что? Ну, чтобы совершить быстрое убийство. А, ага. Сейчас. Скрытый... Скрытый клинок. Ладно. Ну, это... Клинок в ботинке. То есть, не тут клинок, а клинок в ботинке. Я реально удивился. И знаете что? Сейчас. Забухайся. Вот этот свисток реально очень крутой. Знаете, почему я еще вам быстренько объясню? Потому что, когда ты в обычной ассасинске отвлекаешь врага, например, тем же свистом, то могут попасть два врага в один и тот же радиус, и сразу двое на тебя пойти. И это, в принципе, могут они тебя двое запалить, и ты провалишь стелс-миссию. О, мы нашли... О, найдите свой меч. Круто. Так, что там? Ага, то есть, это где мы находимся. А вот это круто, ты можешь выбирать идеальный такой радиус, чтобы... Чтобы знать, кто обернется, а кто не обернется. Это, если честно, очень круто. Что? Да, вашу мать. Ну, 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 давайте попробуем. Мне кажется, его вроде можно вот так убить, да? Ага. Быстро убийство с уступа. Ну, понятно. Так, это что у нас? Прыжок. Это что? А, это, то есть... Ага, я понял. То есть, эту... Эту ассистинку сделали больше, так, знаете, по стелсу, чем просто убивать. То есть, видите, как в Хитмане. Прятать в темноте трупы. А, например, еще где. Закидывать в какие-то контейнеры, что ли, или что-то в этом роде. Ну, как видите, то есть, с темноты его убивать. Прикольно. Тень золота. У нас прям золото, ребята. Замылись нафиг. Нажмите Я, чтобы использовать древнее зрение и узнать больше противника. А древнее зрение показывает маршруты патрулирования врагов, показаны оранжевым цветом. Ага. Ну, понятно. Только мне какая-то разница. Ну, сейчас. Вот эти две чукчи идут сюда. Когда они развернутся, я их по одиночке завалю. Какой вам, как вам такой план, ребята? Или даже не будем их валить, а смотрите. Они сейчас двое туда пойдут, но просто выбежем и пройдем. Мимо них. И все. И не нужно их даже убивать. Ну, да, в принципе, нам же подсказку сначала даже сказали, что прохождение по Селсу и не убивая врагов будет оцениваться больше. То есть, больше нам наград будет даваться, чем мы, например, будем всех подряд нам убивать. Да? И, в принципе, это логично. Используйте петарду, чтобы оглушить охранника. Нажмите 3, чтобы выбрать петарду. Держите F, чтобы использовать... Используйте. Ага, чтобы прицелиться. Нажмите F, чтобы взорвать ее. Ага. Так, сейчас. Ага. Это прицелиться. Ага. Охренеть. Это свисток, это не знаю... На 1 это свисток, на 2 не знаю, а на 3 это петарда. Прикольно, ребята. И это управление мышкой, знаете, прикольное. То есть, оглушаем его и все такое. Классно. Обнаружений нету, никого не убили, просто-напросто мимо них прошли и все. Когда охранники увлечены беседой, они не видят, что происходит у них за спиной. Они там, может, и не видят, что происходит у них за спиной, но тот чувак, который стоит перед нам, к тому чуваку, который стоит у меня за спиной, он видит, что у того чувака за спиной происходит. Это, ну, немного глупо, что ли. Я покажу тебя, но не забудьте покажу тебя. Ага, эти две чурки сейчас пройдут. Ну, надеюсь. Быстрое убийство, быстрое убийство. Не, мы просто подождем и просто-напросто убежим, да? А что это? Ага, это пополнение, да, вот это все хрень. Да, максимум припасов. Так. Ну, нам туда нужно, там еще, видите, какой-то меч валяется. Чем бы его отвлечь? А так я смогу сделать? Или они его... Ну, они его сейчас запалят, да? Я хотел мимо них пробежать, но так, к сожалению, нельзя. Ну, ладно, сейчас попробуем что-то по-другому. Ну, сейчас, смотрите, вот эти две чурки. Они еще пройдут. Вот, его увидят. Сейчас опять развернутся. Пойдут отсюда. Выйдут с поля зрения. Я его отвлеку. И перебегу туда. Вот, смотрите. Вот так. Сейчас вот эти две чурки, ну, как бы, вот эти двое опять туда пройдут. И я вот так пробиваю. Ага, ну, нормально. Найдите свой меч. Опа. Замечательно. Меч найден. Все, первая миссия завершена. А, ну, это, как бы, обучение. Отклонись и... Так, сейчас. Направление ты куешь и нажмите, чтобы блокировать. Ага, ну, это понятно. Да, это все. Понятно. Ага, то есть, его сторону нужно уклоняться. Чтобы блокировать удар. При блокировании нажмите, чтобы выполнить перекат. Ага. Сейчас. Да, твою мать. О, это круто. Ну, да твои... Да че, издеваешься? Перфектно. Да, это круто. И покажи нам, что ты способна с мечом. Хорошо. Стандартные атаки быстрые, но они делают небольшой дамаг. Стрики врага сильнее. Отлично. Абби атаки делают больше дамаг. Видите? Встреча сейчас укреплены. Открывай его. Ага. Прикольно. Вот, keep going. Я понял. Так, ну, ударь меня, поскольку. На тебе. Я понял. Прикольно. Да даже, вот тут даже прикольное сражение. Эти аудиторы. А это Этио был. Точно. Вот эта ученица Китая, ну, Китайоза, да, Китай, ну, вот, вот эта дивуля, короче. Она же вроде ученица Этио аудитора, который был там, ну, во второй, там, третьей части Ассинскрит, когда это было в Италии, да. Ну, прикольно они сделали. Даже, знаете, какие-то цепочки, которые связаны между собой вот эти все части Ассинскрит, это даже прикольно они сделали. Ну, ребята, что мы будем делать? Давайте уже, в принципе, на этом... Ой, 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 ой. Давайте уже, в принципе, на этом закончим вот эту серию. Я надеюсь, она вам понравилась. Я также надеюсь, что хотя бы кому-то понравилось прохождение вот этой игры. Мне кажется, немногие вообще фанаты этого, немногие фанаты Ассинскритов, во-первых, немногие фанаты вот этой Ассинскритов, это, во-вторых, то, что как бы платформер вид сбоку. И, наверное, в-третьих, это то, что не все хотят видеть Ассинскрит, потому что многие там хотят видеть что-то другое. Ну, все же, я надеюсь, что вы меня поддержите. Если ты член нашей банды, ставь лайк, напиши, знаешь, что написать, чтобы доказать, что ты член банды. Мы все единые крутые перцы, если ты не член банды. Все, что тебе нужно, это просто на меня подписаться. Я буду очень рад, если ты вступишь в нашу семью. И, ребята, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем все за просмотр, всем удачи и всем пока.